друзья всем огромный привет мы едем короче у нас проблема нас выселяют шутим ладно шутим в общем нам закончился договор аренды на нашу квартиру и теперь думаем что делать продлевать его дальше либо подыскивать себе жилье радио то что по обыкновению цена квартиры ну в норме поднимается порядка десяти процентов подняли нам в прошлом году на 10 процентов в этом году подняли на до больше ну считаясь и 220 в общей сложности почти на 30 процентов подняли в общем подняли нам стоимость за жилье существенно подняли процентов на 30 до примерно я запишу видео где а мы расскажем сколько мы тратим в месяц на наше жилье вообще наши расходы если вам это интересно напишите пожалуйста в комментариях я запишу такое небольшое видео чисто информ информационная информативная только по тратам за жилье и защита электричество животные интернет и вода вот все 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 если интересно напишите пожалуйста то есть все просто на самом деле если вы живете в жилье в жилье которое арендуете и вам по деньгам это выгоднее чем если вы будете платить ту же самую ипотеку то соответственно ну просто взвешивайте если это выгоднее да как правило примерно примерно одинаково но безусловно когда у вас одинаково тогда выгоднее платить за свое жилье что лучше все-таки платить эти там 20 лет и посчитать экономику за там выплачивая ипотеку или же продолжать арендовать вот тут надо считать уже более внимательно там уже более тонкий такой расчет для себя и понимать чем это выгоднее чем мы видим для себя разницу это новый дом с более удобной конфигурации более современный потому что наш комплекс достаточно старым такой немножко нафталиновый мы так называем классный но он как бы нафталиновый все давно то есть это началка такая хорошая в общем будем смотреть жилье будем смотреть жилье чтобы подходила нам по количеству комнат чтобы можно было с животными чтобы была оптимальная цена и место расположения мы едем форт майерс это соседний город рядом с нами рядом с ней пас об этом минут 25 как раз таки для тех комментаторов которые будут говорить надо свой дом все равно по-любому как без дома и так далее надо обязательно согласен но с одним но как говорится знаете там обычно в гробу карманы зашитые люди так долго и мощно стремятся к идеальным условиям жизни к накоплению богатств власти и всего такого а в итоге потом все заканчивают в лучшем случае прахом а в худшем случае просто гниением в деревянном ящике за не очень большие деньги как правило и все поэтому все вот эти вот накопительство и вот это вот все там как бы доблестные порывы как можно больше квартир детям и внукам оставить да никому ничего нахрен не надо поверьте мне наверняка многие из тех кто кричали детям надо очень очень легко вспомнят общесемейные ваши же истории где оставленная недвижимость или там оставленные какие-то активы приводили либо к ссорам раздором у нас точно с 5 детей либо к потерям поэтому нам нечего оставлять ребят ну давайте последние вот эти вот все события войны они показали как раз таки ситуацию связано с тем что люди копили копили делали делали а потом выясняется что это нахрен никому не надо причем как бы неважно это произошло ли это в украине или там в россии многие тоже по уезжали и так далее никому ничего нафиг не надо все это потом стирается вот одним вот так вот там политическим каким-нибудь решением или придурком поэтому ребята не запаривайтесь живите а в части экономики считать то есть как вам выгоднее жить сейчас это на безусловно то есть я сейчас почитаю и посчитаю что мне этот дом будет выгоднее и комфортнее для меня за те же самые деньги просто я буду платить те же самые деньги не в том что я как каплю на дом этот дом буду выкупать а потом мои дети в нем будут жить да никто не будет жить на я думаю я надеюсь это как раньше купим большой стол там будут собираться все наши дети все наши внуки именно мои бабушки и дедушки уже совсем небесная я помню как они строили дачу и говорили что вот будет все собираться вот сюда свадьбы будут гулять я очень хорошо помню эти наверняка все вспомнят подобные моменты в общем давайте так подъезжаем покажи давайте начнем так друзьям и форт майерс мы сейчас начнем показывать что вокруг как бы честно кто не был во флориде не увидят никакой разницы да то есть на и пус форт майерс только название только только люди которые живут они географически понимают что это разные зоны но в целом как говорите же я телка в левой руке тоже самое ну давайте посмотрим что здесь есть так на что мы видим обычно заправки вот здесь вот вот строится но банки как правило перекрестки в себе содержит обязательное число опций это банк а то и два три банка заправка я с аптека только что было так пока все тоже так комьюнити плантейшин да это красивые будут входные зоны все как у нас все то же самое облагороженная территория вокруг комьюнити это вокруг комьюнити сейчас там будем приезжать вот давайте покажем прям вот вот чувак ух ты вот это у него как видите ничего не меняется друзья все то же самое а вот у них гольф-поля гольф-поля папа все грезит этими гольф-полями господи вообще неправда я не грешу гольф-полями я только хотел сказать о том что единственное что мне нравится это классные ухоженные вот эти вот большие пространство это очень классно смотрится но за них вы будете платить переплачены а если вы не гольфист а у нас никого гольфистов нету ну папа собирается быть гольфистом почему со временем он как-нибудь доползет до гольф-поля со своих крюшками если сможешь еще ходить вот дальше смотрите менее чем 15 домов осталось вот так туда это конструкция строителей вот видите почти все очень классный глоб хаус прям прикольный такой еще раз повторяю почему мы не на и по свой потому что здесь дома начинается от 400 тысяч долларов до 600 примерно в районе 550 будет вот она называется а 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 бурт призерва бульвар так сел центр сюда а где у нас о пинхаус и тут же наверное где-то туда заехать не не сюда видимо здесь опенхаус да сейчас посмотрим мы на самом деле я вот честно говорю не знаю где есть опенхаус и где нет опенхаус поэтому мы поехали так возможно это только что-то пошло не так центр ну че-то не вижу здесь опенхаусов на самом деле так ну что друзья мы вышли из лизинг центра да поговорили со специалистами короче ребят узнаете тенденция что короче все не просто и что дома все разбираются вот так просто причем именно начинается с более доступных вариантов и пошло 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 поэтому сейчас мы короче поедем посмотрим домик все распродан даже как они называются которые показывают моделха моделхаусы распроданы вообще просто конечно не последнюю очередь как правило уходит просто слов не были в этом комьюнити мы только потом поняли что мы здесь были но как-то так были вот сейчас более подробно так ну что заезжаем посмотрим все что осталось осталось там буквально 20 мы пересекли шлагбаум нас запустили потому что мы просто хотим посмотреть домик вот такая карта видите огромное вот такое комьюнити очень большое тут ездить и ездить еще она нам так нарисовала куда нам ехать мы сейчас будем просто по карте ехать и ехать тоже город в городе но как в принципе везде вообще наша комьюнити в котором мы сейчас живем мне кажется это самая маленькая комьюнити во всей флориде причем смотри со всех сторон есть отдельно везде стоит знаки что только не для машин construction то есть если вот такой комитет так он смотрит то есть если грубо говоря строительная техника сюда какая-то приезжает кому-то сюда делать где еще не достроя она объезжает со всех сторон но запрещено проезжать по улицам по жилым улицам слушай ну вообще жесть конечно жесть ну вов это комьюнити уже давно и уже я просто к тому что цена кстати да тотал будет 600 как я тебе сказал но там написано на самом деле замануха на сайте от 400 4 но так и всегда был короче да ничего не даже близко за 4 нет ничего да и не было бы они от 4 станет запись будет 600 так вот мы подъезжаем вот они construction идут вещь вот они строятся еще зона которая еще не вот хоть вот для строительства отдельно для строительства бы они говно срани разводили надо конечно ничего сечет таки музыка довольно близко друг другу находятся если вас это не смущает нас лично не смущает мне пофига того что смущает что денег нет это верно смущает только финансы а то что дома можете прям строить мне в окно не чувствую часто отстали саша дома так отличаются сильно все разные смотрите какой красный маленький стиль двухэтажные стоит одноэтажные стоят тоже для нас это особой разницы не играет вот мы на этажа или один но лучше один который open house вот он вот этот вот этот вот угловой то есть это мы здесь его можем посмотреть куда ты не вижу таблички open house 500 до 11 500 вот она да это как бы закона закончена это но так нам по большому секрету блоги рассказали что можно сюда подъехать и посмотреть ладно пойдем посмотрим потому что фиг его знает можно смотреть нельзя смотреть она сказала можно просто нет опознавательных знаков вдруг тут люди живут сейчас выйдут с ружьем во флориде знаете заехал на чужую территорию тебя могут спокойно расстрелять и ничего ему за это не будет да ничего я говорю вдруг кто-то живет здесь но она сказала можно сюда люди нет нет все новинка вот эта синяя лента это вот нам ребята объясняли вас с алиной что вот это то что филе лента это косяки всякие помечены где-то шов неровные они это прошла инспекция она независима и вот они стоят вот эти вот такие дети это что-то значит какие-то косяки которые надо будет компании исправить пойдем смотреть так мы давайте мы только что зашли всегда показываем с мебелью обычно а здесь как она сказала да что нет мебели и не так все красиво мы видим все как есть все как ездить все новое еще знаете это же косяков каких-то но это же кофе львов конечно что нибудь они потом описывают что итак один санузел так комната к этому санузлу такой не маленький это можно заходить в него так нормальная комната нет ковролина я прям смотрю теперь с нашими животными сейчас квартир или дайте мне я сам переделаю нельзя комната раз было так дэн вот он вот эти двери это дэн это по нашему это еще одна комната без отдельного саму злой гардеробить и будет не будет здесь шкафа не будет здесь туалета не будет ничего будет просто комната у них это не считается за спальню они для них этот трешек но для нас это нормальная комната так дальше идем напротив что у нас здесь так это это гараж на две машины вот это очень здорово или на одну лодку слава тебе господи передумал так дальше идем так мы вышли можно зайти вообще покрытие но не занюханные можно видите зайти через гараж проходишь через вот это как бы вход можно зайти через входную дверь здесь котейку мыть дом дом заказали прям все по минимуму то здесь ну как бы ничего без изысков можно эти кабинеты можно конечно можно до стиралочки сушилочки мы видим аж может просто не подключен но что три замечания как прям да как-то прям дышится аж по-другому так это полноценная комната туалетом а и душ и душ здесь просто стекло либо это мне нравится очень да кстати вот элементарно просто другого цвета плитка и все да не вот эта белая больничная как у нас короче все здесь не так ладно я шучу ну что-то да вот тоже вот что-то вот на окнах что ты посмотри какой огромный поселок это мы сейчас отсюда просто проехали вот вот мы сейчас вот здесь целый город так ну что вот такая вот комната пойдемте смотреть дальше отличный шкафчик да много места но это полноценная комната где шкаф и туалет это техническая на кондиционер ничего тут делать так идемте дальше и мы проходим так мы прошли дн прошли маленькую комнату первую с санузлом и прошли еще одну комнату это уже три нормально он полноценный кодом суши я не гонюсь за большими комнатами уборки меньше конечно больше вообще не надо абсолютно не за кто любит большие комнаты ребят без вопросов но нам не надо вообще так дальше идем в самую красивую зону гостиная большая а вот она огромная комната небольшая на огромное и мастер бедру мы еще не прошли мастер бедру мы еще не видели сейчас дойдем друзья все по порядку чтобы была понятна планировка ну да кстати да сша здесь много места между давай ну уж самая дешевая сказали что уже ну ладно самая дешевая это реально сам еще чуть-чуть еще можно конечно это местная компания но это да 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 у нас там посудомойку поставили general electric с меня даже там исправляли в комментариях даже неправильно бренд назвала это ураганный глаза ураганная кладовочка нормального стоит удобно расположение удобно для меня вот эти вещи не критичны точно то ли я не такая вот прям привереда мне вот прям не критично вот это надо залезу но не на нижнему туда лазить это тоже самое дешевое потому что да простые доводчиков простые полки видите это для таблеток посудомойка может да ладно нет я не знаю раковина шикарный остров это просто вот мне так нравится тема острова у нас его не было ни разу но мне очень хочется чтобы было это кстати смотри ключи на машину открытие ворот электронную сразу да очень простые кабинетики прям что мне нравится что очень логично сделано вот какая нахрен тебе разница из какого дуба сделаны твои шкафы да а вот то что я подъезжаю на машину нажимаю на кнопку мне ворот открывается эту суку необходимо и удобно это важно мне реально плевать дуб это осина там берет да плевать вот эту шкафу я открыл закрыл у меня там стоит всякая говно срами да так и вот смотрится большая удобный гараж с воротами и так это реально важно не только гараж много вообще таких логичных удобных вещей они живут то что на самом деле больше не надо вот реально то что надо есть сразу меняется да вот сразу потолок и ты знаешь хорошо что мебели нет я хотя бы вот вижу вот как бы вот я бы здесь сделать и куда все за 100 заставлено у них ты уже как-то немножечко теряешься красиво конечно все дела здесь очень простой вариант но действительно без лишнего без излишнего который в принципе они по-честному не нужны когда если думаешь ну классно что они только смотришь на ценник который там нафига вот она надо очень большая очень большая ребята отдельно вот у нас зона готовки отдельно и вот у вас зона когда мы в принципе как столовой ты сюда разветочки да это для стульчиков но когда вот мы всемиром садимся да никогда вот так вот сели 23 максимум человек ну и конечно же стол поставить да например вот сюда ну к примеру да но он не нужен но так за праздником разбору но это да не но стол ты знаешь стол я бы поставила знаешь для чего не для функции а просто вот он в тему и красиво мне тоже нравится вот такие жальзи мне нравится очень когда они широкие я очень хочу поменять нашу жалюзину я у нас в доме не хочу делать ничего мне очень нравится такие широкие я не хочу шторы не хочу тюль вообще не хочу ничего это вроде мелочи такие ну да ну это конечно можно менять это просто то что опция в доме конечно это тебе никак у нас 20 шагов прошел бассейн тебе можно погонять погонять по пьянке крокодильчиков крокодильчики да вот видите вода давай видим как тут выйти отсюда сюда то есть выйти мы еще мастер-байдером никак не посмотрю уже лишка скрины стоят да вот она болотца скрины нужная вещь во флориде особенно если рядом он там водичка крокодай ладно тут змею можно вот так вот вытянутую встретить скрин обязательно вот этот участок тоже мне кажется сюда еще в тебя что-то один дом просто и все много деревья стоят значит наверное нефтемешить ну как-то видимо это как-то ну так полюбовался лужайкой еще и стриги и и подещу стричь обязан не конечно говорю ладно фу какая жара господи сушите на красота чем 90 процентов времени не считаясь на все проводят здесь на диван здесь столовая дома собачьи месту так ладно мастер-байдером комната самая большая нет она больше она больше а вот здесь большой какой суши здесь получается три санузла 4 комнаты 3 санузла отдельно 1 меньше 1 побольше опять моя любимая тема что в ванной шкаф мне кажется что они одинаковые видите как раздельно мужчина-женщина имеет свои а вот смотри как удобно смотрите здесь в класс вообще вот тема когда в душе есть еще раздевалка мне это вообще непонятно а здесь есть дверь это круто мне мнение душевая большая бегать воик как ты помнишь конечно обязательно в том санузле тоже не было стекла на конечно же станет ванна ненужная вещь на детей только купать детей собаку да точно собаку а кабинетики те же что и на кухне обычно совпадает и в санузлах и на кухне совпадают абсолютно кабинеты две раковины положено мастер-байдером дадион еще и закрытый залучилось и и под полотенечки салфеточки полотенечки слушай отдельно тоже закрывается суши отдельно квартира суши сари целая квартира да вот начиная в раздевальне ванна душ толчок все с дверьми целые комнаты это мастер-байдером классно интересно дали цвет другое это не плинтус сверху и потом подкрашивали с плинтусом классно смотреть да мне тоже нравится это никакой выдающий все что нужно дизайн мне очень нравится стеклянная дверь а мне просто нравится мне конечно очень удобно хватать бассейн и мягко говоря ну и доехать до него на листоведах хлоп-хаус я не знаю мы не показали можем показать но сейчас пока внутри давай на квад-пауза едем ну давай там фонданчики там просто есть все и бизнес зоны и детские зоны и ресторан гараж крутой гараж на две машины еще и драйвей на две машины драйвей на четыре получается машины а нет вовик на две машины и вот эту дорожку нельзя перегораживать то есть вон там не получится встать вот это мы неправильно встали так нельзя но это мы пока никто не живет но мы здесь не живем поэтому нам штраф не грозит хорошо хоть не эвакуировали да класс а еще вот бывает когда надо на 4 машины драйвей у них гаражах машины не стоят они здесь ставят машина там кинотеатр в хлам всякий и это тоже очень удобно блин классный ладно слюни распустил поехали дальше так так друзья мы уже в машине показать все это воочию она ленится ехать туда вот так выглядит club house что что в комплексе у вас включено у вас включено для бокебола вот здесь вот теннисные корты раз-два-три-четыре для маленького настольного тенниса раз-два-три-четыре есть вот здесь видите видно большой спортзал это йога и флекс зал есть sunset бар гриль вот такой вот ну ресторанчик есть кофе лаунж есть это простите в карты поиграть это короче говоря да и не один карта к это тут все в на свете в том числе и покерные столы есть читальные простите считали вот есть кинотеатр вот такое вот здесь видно да туда да 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 есть конференцию для переговоров если у кого переговоры что такое fire pit это короче говоря видите можно посетить у мангала типа ну когда это все уже построено это уже функционирует да а это это баурум да ладно это танцевальный так значит что у нас еще ребят теперь основное значит ну цены сразу говоря и не ну как бы мы сказали за 600 тысяч стоит дом давайте давайте покажем то есть вот здесь на самом деле фри бэдро вступает на начало стартует цены от якобы 432 по факту она уже сказал что вот эти сад вот 500 сейчас остались поэтому надо его все выяснять и фактически и платили значит то что называется вот за весь вот этот и больный комплекс еще вы там да там то что услуги которыми вы будете пользоваться неважно даже будете или нет ежегодный взнос составляет 1100 долларов каждый год платится по квартально то я был квадрат включает все короче всегда все на свете значит потом мэйтонс это платится тоже ежегодно 1300 тоже платится короче все время что-то платится или горящим 0 не знаю почему 0 так еще есть локал такс это 720 в год долларов то есть это гомо с вами считаем 2 2 400 2 500 плюс 3 200 ну нормально и ежегодно еще это за комьюнити еще 1300 то есть это год ну прилично так доверяющего откровенно фу ты бравич безалкогольный то есть ресторан платишь 200 долларов то заключаешь контракт и платишь в год 200 долларов фигня короче ну то с ним в общем друзья как то так хотите жить в комфорте в условиях вот таких вот чтобы у вас было и грибальный зал с танцами карточные игры я не знаю бассейн это за вас обслуживается конечно же вы не сами обслуживаете этот бассейн да то есть за вас это делают люди то и за это нужно конечно же платить если не хотите всем этим заморачиваться этими лишними платежами если они для вас лишние то конечно же брать ручка мил чайка ложь по 600 долларов и чё и в общем то ли за все на свете но все равно это это много волк это все равно дорого да если вы если вы хотите просто жить в своем доме не купаться в общем бассейне не ходить на какие-то вот эти общие сборища и пользоваться всеми этими вещами то конечно же смысла нет просто покупаете дом где-нибудь отдельно стоящий не в комьюнити и конечно же убегаете до избегаете вопросов связано тут как бы на что как кто рассчитывает кому как это удобно и выгодно как хочет жить док